Позвольте вас приветствовать, друзья. Сегодня очередной вторник, 16 мая. С вами Бейдл Ламарав из города Даллас, штат Техас. В сегодняшнем передаче я бы хотел начать с признания собственной ошибки. Я ошибся в прогнозе по ситуации в Турции. Я лично предполагал, что выборы президента в Турции завершатся в первом туре. С победой оппозиционного лидера Калышдарова. Как видите, Турция сегодня готовится ко второму туру. Его никто из кандидатов не набрал больше 50% голосов. Я ошибся. И это лишний раз доказывает, что любой человек может ошибиться. И тут дело даже не в том, что вы ошиблись или я ошибся. Дело в том, что мы должны научиться признавать свои ошибки. Вот мне кажется, самая главная ценность заключается в этом. Ну а что касается самой ошибки, я должен уточнить, что суть моей ошибки, ошибки в прогнозе, заключается в том, на мой взгляд, что я не сумел оценить степень усталости турецкого общества от диктатуры или авторитаризма Эрдогана. Конечно, общество устало. Вернее, я бы сказал так. Большая часть, может быть, даже большая часть общества устала от авторитаризма Эрдогана. Но дело в том, что существует ещё значительная часть турецкого общества, которое по-прежнему считает, что Эрдоган должен оставаться на своём посту. В этом заключалась моя ошибка. И эта ошибка говорит о том, что я не сумел, в общем-то, аналитически определить ситуацию в самом турецком обществе. Иначе говоря, турецкое общество в своей определённой части, я не скажу, в большей части, в меньшей части, это покажет второй тур, всё ещё продолжает оставаться в старом менталитете, считая, что лидер, который сумел быть у власти 20 лет, является гениальным. Многие так и считают. Считают, что вот именно гениальность – это основа того, что некоторые лидеры отказываются уходить из власти, продолжают сидеть и продолжают рулить страной, хотя и не достигают даже значительных, я бы сказал, даже незначительных успехов. Конечно, мне могут возразить, что в первом туре могли быть фальсификации голосов. Я не исключаю этого. Действительно, могут быть. Я сейчас не готов ответить на вопрос, в какой степени сфальсифицированные итоги первого тура голосовали. Но я хочу сказать противовес этому аргументу, что если такое происходит в гражданском обществе, это, на мой взгляд, означает незрелость, безднеящее, недозрелость самого гражданского общества той или иной страны. Это касается не только Турции. Это касается очень большого числа государств. Ну и, конечно, в том числе, это касается и России, и Азербайджан, безусловно. И несколько последних избирательных кампаний в этих странах приводят нас к такому выводу, что общество, которое может допустить фальсификации, не протестовать против фальсификации, не изгонять организаторов этих фальсификаций, не принимать решительных мер против действующей власти. В этом обществе действует правило «Слава Богу, пока не война». Вы понимаете, чёрт с ним, сфальсифицировали, ну и ничего страшного. Вот такая философия приводит к таким результатам. Теперь, что я хочу сказать в отношении двух кандидатов в Турецкой республике. С одной стороны, Адаган, с другой стороны, Калышдароглу. Есть ещё третий кандидат, который может сыграть ключевую роль во втором Туре. И, насколько мне известно, он уже высказался в пользу оппозиционного лидера Камала Калышдароглу. То есть, его несчастные, я бы сказал, 5%, а может быть, 5% с хвостиком, могут перейти в копилку Калышдароглы. И этого будет вполне достаточно, чтобы опередить Эдагана. Я надеюсь на такой результат. Но, теперь давайте посмотрим, кто из них куда ведёт страну. И, к сожалению, в турецком обществе это не оценивают пока, к сожалению. Но, я думаю, со временем такое понимание придёт и в Турцию. Дело в том, что Эдаган последние 10 лет, я не скажу 20, первые 10 лет своей власти он уделял вопросу экономического процветания Турции очень большое внимание. И, должен сказать, что он добился определённых успехов в экономике Турции за первые 10 лет, подчёркиваю. Но, впоследствии, у него появилось головокружение, видимо, как это происходит со всеми, кто очень долго сидит во власти. И последние 10 лет он практически нанёс огромный ущерб экономике Турции. он управляет экономикой Турции с точки зрения собственного понимания, с кем надо дружить. Вот это главное и ваше. И это привело его к тому, что Турция сегодня вместе со своим президентом Эдаганом плывёт против течения. Вот в чём беда. Вот представьте себе, что вы течёте по реке. По течению. Естественно, ваша скорость равна общему течению. Ну, может быть, чуть ниже, чуть выше. Не имеет значения, но вы в общем течении мирового процесса. И теперь представьте себе, что в отличие от вас кто-то рядом пытается плыть против течения. Против движения реки. Если представить себе реку, как мировой процесс глобальной политики, то вы понимаете, что такие пловцы, в кавычках, как Эдаган, как тот же Путин, как тот же Илхам Алиев, да мало ли ещё кто. Лидер Северной Кореи, Айатулла в Иране, президент в Сирии и так далее, и так далее. Дальше список вы можете продолжить сами. Но, конечно, таких лидеров немного меньше, чем большинство, которое продолжает плыть по течению, во всяком случае, пытаются. Кому-то это удаётся лучше, кому-то это удаётся хуже. И вот именно исходя из такого принципа против течения или по течению, мне кажется, мы с вами должны определять эффективность правления того или иного лидера. В любой стране. мне кажется, это будет правильной точкой отчёта для нашего понимания, за кого голосовать. И в этом плане я бы хотел перейти, конечно, к ситуации, которая складывается в войне России против Украины. Вы знаете, я с большим удовлетворением хочу отметить, что вот тут-то мои прогнозы сбываются, и я бы сказал, с каждым днём всё больше и больше. Я не хочу заниматься самого схвалением, но многие из вас, наверное, помнят, что я всегда утверждал, что Владимир Путин человек недалёкий, человек, не обладающий достаточными знаниями, чтобы руководить даже с ЖЭКом, он совершенно случайно пришёл к власти благодаря, скажем, я бы сказал, ошибочному решению человека, который увлекался алкоголем, мягко говоря, я не хочу называть его алкоголиком, но в любом случае он увлекался чересчур. Я имею ввиду Бориса Ельцина. Так вот, этот человек, бывший портократ, член политбюроц и как он сейчас, но впоследствии бил себя в грудь и говорил, что я демократ. Ну, как показал итоги его правления, показали итоги его правления, он оказался далёким человеком от демократии. Иначе говоря, вместо того, чтобы предоставить народу подобрать достойного человека на пост президента страны демократическим путём исчезло множество кандидатов. Путём дебатов, соревновательности, публичности нет, он решил назначить себе преемника. И это была, безусловно, та самая ошибка, которую допустили в России не только Ельцин, его окружение, но и гражданское общество России. В то время оно было достаточно зрелым, достаточно самодостаточным, извините, за тавтологию. Но народ России и тогда подумал, что, ну, Борис Ельцин лучше нас знает, кого назначать. Примерно так. И, как мы видим, к власти пришёл человек, который не имел недостаточно, не имел вообще никакого опыта государственного управления. То, что он был, находился некоторое время, скажем, в область полкоме ленинградском, под руководством, забыл его фамилию, сейчас на языке верстится. Так вот, это не давало основания предположить, что он будет управлять страной лучше, чем он управлял область полкома. А в область полкома, и все об этом в России прекрасно знали, в том числе и Ельцин, он допустил крупные аферы на основе обмена с западными странами сырья и металлов, драгоценных металлов на продукты питания. Таким образом, он сделал первый миллион, находясь на посту в область полкома Ленинграда. Это одно уже давало представление Бориса Ельцина и его окружению, что этот человек не может управлять страной, опасно ему доверять казну государственную. Но решили все-таки попробовать и допустили ошибки, я сейчас не хочу называть, кто из окружения Ельцина, его ближайшие родственники, его советники и так далее. В любом случае, допустили, это надо признать не только тем, которые еще живы, но и российскому народу. Но я не хочу сваливать всю вину за Владимира Путина только на гражданское общество России. Тут очень большую негативную роль сыграли руководители западных стран и прежде всего Соединенных Штатов, безусловно. Я не хочу сказать, что они могли бы его, так сказать, не допустить прихода к власти Путина. Нет. Это было бы вмешательством во внутреннее дело России. Безусловно. Но принимать его в объятия свои, фотографироваться с ним, подписывать с ним какие-то документы, особенно Будапештскую, или доверять ему продолжить подписанную Ельциным Будапештский меморандум. Это было ошибкой прежде всего Билла Клинтона. Вслед за ним Джорджи Буш. Ну и потом Барак Обама добавил с Дональдом Трампом. Это все надо будет признать. Я думаю придет день, когда в Соединенных Штатах политическая элита это начнет признавать. Лиха беда начала. Билл Клинтон уже признался о том, что он допустил ошибку, когда решил договориться с Борисом Ельциным о денуклеаризации Украины, Казахстана, Беларуси. По поводу Казахстана, Беларуси он не говорил ничего, но это был один и тот же процесс, один и тот же документ. Но вот насчет Украины он, конечно, выразил свое сожаление, тем самым косвенно подтвердив ответственность Соединенных Штатов за происходящее сегодня в Украине. Вы знаете, я уже устал повторять, что Владимир Путин практически идиот. Но видимо в средствах массовой информации не принято так обозначать руководителя целого государства. хотя я скажу вам в этом ничего плохого нет. Надо признавать то, что есть. Но недавно наконец я с удовлетворением прочитал по американской прессе что Владимира Путина назвали опасным дураком. Слава Богу. Слава Богу. Может быть очень поздно, но мир начинает поздно. Узнавать своих героев в кавычках. Так вот вы знаете самое странное заключается в том что западное сообщество не заметило что он дурак гораздо раньше когда он фактически оккупировал часть Грузии. Ну разве умный человек будет поступать в отношении собственности соседей таким образом как он поступил с Грузией только потому что ему не нравился Шаванат Саакашвили. Так вот его первый шаг опасного дурака заключался именно в этом. Именно тогда кстати Джан Маккейн покойный он непрерывно беспрестанно постоянно утверждал что Путина надо гноить пока не поздно. Но к нему не прислушивались такие лидеры как Джош Дабл Юбуш и вслед за ним Дарак Обам. К сожалению. Вот поэтому я всегда говорил об этом и хочу сказать что вот мой прогноз то есть это понимание роли Запада воспитания этого монстра дурачка. Кстати я бы не сказал что Путин дурак. я бы сказал что он или идиот или придурок. Вот два этих понятия на мой взгляд больше лучше квалифицируют то что делает Путин. С каждым днем это все очевиднее и очевиднее. Дело в том что сегодня что творится в Кремне я уже об этом тоже говорил это напоминает битву тараканов в закрытом в закрытой банке вот то что происходит в Кремле сегодня и об этом говорил давно и вот эти вот неудачи российской армии когда-то она была второй якобы в мире а сегодня она показывает что она не может противостоять украинской армии безусловно оснащенной западным вооружением а вы что думали так вот говоря об этом я хочу провести слова Дмитрия Пескова пресс-секретаря Владимира Путина он начал за здравие когда характеризовал Владимира Путина в ответ на статью где говорится о том что Путин дурак так вот он пытался преподнести российскому обществу что Путин якобы все взвешивает прежде чем принимать решение вот даже он привел пример коронавирус он оказывается Владимир Путин докопался до сути выяснил что это за вирус как с ним бороться как и технические характеристики прививок он изучил этот вопрос понимаете прежде чем сделать тебе укол в задницу и тут же Дмитрий Песков заявляет что вот когда он начинал специальную военную операцию против Украины он не мог себе оказывается представить что весь цивилизованный мир встанет на защиту жертвы его агрессии это было видимо очень трудно предположить ну конечно с точки зрения дурачка придурка идиота это вполне законное так сказать логическое мышление я войду захвачу а там плевать что говорят вот именно так рассуждал Владимир Путин теперь что интересно Владимир Путин сегодня оказался не только лицом к лицу с угрозой изнутри не из России изнутри из Кремля ему противостоят теперь не только Пригожин говорят колольчики говорят ему противостоит уже и Патрушев но об этом конечно не заявляет публично потому что если вдруг западные страны узнают что Путин уже не Путин тогда не могут сделать то чего они боятся до сих пор делать демилитализировать Россию а это грядет это дело конечно завтрашнего дня Россия в таком виде каком она сегодня есть она не будет существовать на мой взгляд ее безусловно расчленят они сами внутри такие как Рамзан Кадыры руководители Татарстана Башкристана и так далее национальных квартир они безусловно не захотят больше жить в составе Российской империи которая рухнула оставив под обломками не только Путина но всю его вертикальную власть так вот они конечно же распадутся Россия распадется на несколько государств но помимо этого та часть России которая возьмет на себя преемственность Российской империи как Россия поступила после развала СССР взяв на себя преемственность ответственность за эту страну со всеми долгами и так далее так вот та часть России которая останется преемником Российской империи, она будет лишена возможности иметь свою армию, иметь свой воздушный флот, военный воздушный флот, иметь свою флотилию Черноморскую или какую-либо другую военную флотилию. Гражданский флот, безусловно, может быть. Но военных структур будущей небольшой России не будет, не говоря уже о ядерном оружии. Такое государство не заслуживает даже оружие, скажем, сохранения мира. Все предполагали, что ядерное оружие является не оружием нападения, а оружием обороны, оружием сдерживания. Но в России, видимо, слишком сильно понадеялись на ядерное оружие, шантажировали мир и так далее, и так далее. Но, естественно, как мы видим, Путину не дали даже подумать, как, когда и на какую кнопку нажимать. Его предупредили, что если только он подумает об этом, сделает первый шаг, то его физически уничтожат. Как Усаму Бен Ладену. Кстати, я очень давно, года два тому назад, сказал о том, что Владимир Путин гораздо опаснее, чем Усаму Бен Ладен. Ибо Усаму Бен Ладен не обладал ядерным оружием. И поэтому то, что Соединенные Штаты сумели набраться мужества и уничтожить физически этого террориста номер один в свое время, дает полное право правительству Соединенных Штатов сегодня физически уничтожить Усаму Бен Ладена русского производства. Это мое личное мнение. Теперь, что касается ситуации с Китаем. Вы знаете, я уже об этом давно говорил, многие из вас слышали, безусловно, я не хочу повторяться. Но ситуация поворачивается таким образом, что, как мы видим, уже и Китай. Не только Китай, конечно, и Индия, и Бразилия тоже. Но Китай в первую очередь отворачивается от Путина, от путинской России. Безусловно, многие думали, что... Одни предполагают, что Китай заинтересован в победе России. Другие предполагают, что Китай заинтересован в поражении России. Третьи предполагают, что Китай заинтересован в том, чтобы война продолжалась на истощении России. До истощения России. Безусловно, в каждой из этих точек зрения есть своя доля истины. Но, по большому счёту, чисто стратегически, исходя из своих демографических, скажем так, демографической ситуации и отсутствия достаточных территорий для проживания такого огромного населения, Китай, как вы сами понимаете, очень заинтересован в возвращении тех территорий, которые сегодня находятся в Российской империи, но которые они считают исконными землями Китая. Точно так же, как Путин считает исконной землёй России, скажем, Крым, Донецкую область. Точно так же китайцы считают, что восточная, дальневосточная часть Сибири, России и так далее принадлежит Китаю. И, исходя из этой стратегической линии, именно поэтому, скажем, посол Китая во Франции позволил себе такое высказывание. Он высказал то, что не мог позволить себе сказать Си Цзиньпин. Но он хотел, хочет этого, он, в общем-то, планирует это. Именно такая ситуация была, если вы помните, при жизни Жириновского. Он озвучивал то, что Путин хотел бы сказать, но не мог. Так вот, этот посол китайский во Франции, он озвучился стратегические планы Китая. То ли по глупости, то ли по наущению из Пекина, не знаю. Ну, во всяком случае, он заявил о том, что Китай не признаёт границы бывших союзных республик, а это означает, что он не признаёт и границы России. Потому что именно Россия границ с Китаем, а не, скажем, Прибалтика или, там, допустим, Азербайджан, Армении. Китай не до этого, потому что Китай не имеет, так сказать, общих границ с этим. А он имеет огромную территориальную границу с Россией, прежде всего. И с Казахстаном, конечно. Это первое. И второе, если вы слышали, заявили, представитель Китая заявил о том, что вопросы дружбы с Россией – это чистая риторика. Вот эти два заявления, они говорят о многом. И Путин должен был уже понять, что это означает в отношении России. В своё время Китай, конечно, остерегался России. В том числе и путинской России. Потому что все, и в том числе Китай, и западные страны, предполагали, что в России действительно существует огромная армия, хорошо оснащённая, вооружённая до зубов и так далее. Но война в Украине показала, что, оказывается, этой армии не стоит ломаного гроша. И подтверждением этого, этому послужило вот это вот уничтожение шести сразу кинжалов, так называемых гиперзвуковых ракет гордости Путина, который утверждал, что кинжал уничтожит весь мир, поставит весь мир на колени. Так вот, эти шесть кинжалов были перехвачены американскими противовоздушными силами в лице Патриот. Кроме того, конечно, там ещё были девять крылатых ракет и достаточное число дронов. И это говорит о том, что Путин лишился не только поддержки Китая, он лишился своей последней надежды на кинжалы. Это те самые кинжалы, которые так напугали Азербайджан в своё время. И вот тут я хочу сказать ещё об одной ошибке Владимира Путина, придурка. Он предполагал, что ему очень легко будет прогнать Зелинского и подобрать на его место очередного Януковича в Украине. Но как он подобрал, собственно говоря, в Чечне Рамзана Кадырова? Или, скажем, в Ингушетии какого-то руководителя. И он подумал, что Украина, в общем-то, такой же пластилин в его руках, каким являются, скажем, Чечня, Ингушетия, Татарстан, Башкорстан. Кого захочу, того поставлю, и он будет плясать под мою дудку. Ну, оказалось, что Зеленский, во-первых, крепкий орешек, он не сдаётся. И, во-вторых, самое страшное, в Украине нет Рамзанов Кадыровых. Вы понимаете? Нет. И мы уже говорили до начала так называемой военной операции, что разрушить Украину возможно. Но управлять разрушенной Украиной Россия не сможет. Для этого понадобится 5-6-миллионная армия, оккупационная армия. А её у него нет. И, как результат, и Китай, и западные страны убедились в том, что наконец-то поняли то, о чём мы с вами давно уже знали. Что Путин самый опасный дурак. А что делают с опасным дураком? Правильно. Уничтожают. Я думаю, что мировое сообщество очень медленно, очень неспеша подходит именно к такому выводу, что если уж само российское общество или кремлёвское окружение, так называемые пригожины, ковальчики, падрушины, не могут справиться с простой задачей, то этим должны заниматься специальные службы Соединённых Штатов, Франции, Англии и так далее. Ну и заключая свою сегодняшнюю передачу, я бы хотел сказать несколько слов о той ситуации, которая складывается в Азербайджане, где очень легко Путину удавалось, и я думаю, что всё ещё удаётся подобрать Януковича местного производства. Вот таким Януковичем в Азербайджане уже 20 лет является Илхам Алиев. Януковичем Азербайджанского, Нахчеванского производства, очень тупой, такой же дурак, такой же идиот, как его босс, хозяин, как хотите называйте. И он, собственно говоря, все эти последние, я бы сказал, 20 лет, шаг за шагом, буквально, как американцы говорят, степ-бай-степ повторяет все ошибки Владимира Путина. И вплоть до того, что даже сегодня, когда он был приглашён в Брюссель 14-го числа, и там состоялась сначала двухсторонняя встреча с Шарлем Мишелем, затем двухсторонняя встреча с Николом Пашиняном, и, наконец, трёхсторонняя встреча с Шарлем Мишеля, Николом Пашиняном и Алиевом. Причём при этом ему пытаются уже на пальцах показать и доказать, что дальше идти против течения нельзя, плыть против течения нельзя, потому что это, ну, тебя погубит, чёрт с ним утонешь, и Бог с тобой, так сказать, ещё большой камень на шею повесит тебе. Но вся проблема в том, что ты тянешь за собой против течения целую страну, экономику этой страны, будущее этой страны. Ему пытаются это объяснить. Он этого не понимает. Пока не понимает. Хотя, я думаю, что в скором будущем у него практически не останется выхода, как искать себе привеющие. Я думаю, что это произойдёт до конца этого года. Я об этом говорил, хочу ещё раз повторить. Ну, а что касается перестрелок, то эти перестрелки на границе, безусловно, это прихоть Москвы. Именно по указанию из Кремля Илхам Алиев продолжает гнуть свою палку, демонстрируя якобы западным странам, что кроме России эти перестрелки остановить никто не способен. Но, я думаю, ближайшее будущее будет не за Илхамом Алиевым, не за Владимиром Путиным, или, скажем, Эрдоганом. Ближайшее будущее, безусловно, будет за здоровыми силами, если они остались в гражданском обществе, и Турции, и России, и Азербайджана. Большое вам спасибо за ваше время и внимание. До следующих встреч, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok